Всем привет! Вас сегодня ждет новый влог из Аргентины, конечно же, со мной и моей сладкой булочкой. Надеюсь, что у вас отличное настроение, вы готовы погулять вместе с нами. У нас сегодня очередной поход к педиатру, но по дороге мы решили позавтракать в кафе. В этот раз заглянули в новое для нас местечко. Хотелось чего-нибудь вкусненького, сладенького, ну и, конечно, мы не могли обойтись без кофе. Ну и я всегда радуюсь, когда малышка в коляске сладко спит. На самом деле она вырубается достаточно быстро, стоит только буквально зайти в лифт, как ее сразу уклонят в сон. Такая вот магическая коляска. Что ж, кофе в этом месте весьма неплохо, очень приятно пьется. Медиалунас не удался, он такой суховатый, не самый вкусный, но булочка с корицей отличная. Вот если вдруг вы решили заглянуть в это место, то советую брать именно ее. Ну а мы решили еще немножко прогуляться по городу и заглянуть в один магазинчик. Нам он нравится, здесь очень много различных качественных товаров. Мы конкретно пришли за сосками. Хотим докупить еще, чтобы можно было как раз просто менять одну на другую, если вдруг с одной из них что-то произошло. Купили для малышки новенькое. Во-первых, вот такие вот сосочки. У нее вот есть уже одна от бипса вот такого. Приглушен на оранжевого оттенка. В общем, персикового, скорее всего, наверное. Вот и купили набросочек из таких вот розовенькой, фиолетовенькой. Вот. И еще. Дяли вот такую штуку. Посмотрим, когда она будет заходить ей. В общем, не знаю. В любом случае, я кину ее в коляску. Может быть, рано или поздно начнем с ней играть. Еще мне очень нравится свет в Буэнос-Айресе, ну как это магический. А так преображает город. Очень красиво. Так, у нас здесь появились уже такие небольшие шелушения. Вот. И я их обрабатываю кремиком. И вот здесь вот тоже на ручке она шелушится. И я вот использую вот этот вот крем от La Roche-Posay. Ну, я этой фирме не доверяю. Мне она нравится. Вот. Поэтому я вот смажу ее на какие-то шелушения. Сегодня дождь. Погода не очень, но мы все равно идем гулять. Сошли, как обычно, вот в эту милую кофейню. Очень ее любим. И сейчас пойдем к педиатру. Показывать нашему малыша. Проверять его. Она у нас уже девочка большая. Ей, по-моему, может даже 13 дней. Вчера мы смотрели, было 12. Значит, наверное, сегодня уже 13. Вот. Уже скоро прямо вот две недельки. Надеюсь, что она набрала вес. Вот. Будем сегодня развешиваться. Вот наша новая сосочка с держателем. Как раз тут рядышком лежит. Вот такие дела. Ну и дождик. Хотя очень красивое отражение. Сегодня, кстати, будний день. Поэтому все работает. Многие спешат как раз по своим делам. Спит у нас тихонько в парке. В таком вот мы сидим. Возле фонтанчика. Что ж, мы сходили к педиатру. Это был новый педиатр. Решили сходить к новому, чтобы посмотреть, как будет прием у него. Может быть, как раз будем наблюдаться именно конкретно у определенного педиатра. И вроде как он нам понравился. Он более тщательно как раз ее смотрел. Если сравнивать, по крайней мере, с лусаркосом. Там чаще всего нас просто взвешивали вес. Смотрели билирубин. И какие-то тоже советы давали. А здесь он как раз посмотрел и рефлекс. В общем, как-то более тщательно. Плюс нам еще посоветовал тоже какие-то рекомендации относительно нее. От тех вопросов, что у нас были. Поэтому он как бы... В общем, понравился. Будем ходить к нему. Вот, а так все хорошо. Она набрала у нас, получается, 125 грамм с последнего раза. Вот, прибавляет. Хотя у нас очень жарко. Вот, я думаю, что она большую часть веса как раз теряет из-за этого. Вот. Но надеемся, что будет набирать. И скоро наконец-то доберет до своего веса при рождении. Вроде осталось чуть-чуть. Вот. Посмотрим. Вот. Но в плане педиатра, по крайней мере, мы определились. Если что, можно ему даже будет написать в WhatsApp. Мы с ним договорились. Вот это тоже очень удобно. Либо, если что-то срочное, можно будет его вызвать, в принципе, домой. Он приедет. В общем, иметь такого врача, как бы, мне кажется, очень нужно. В данном случае. Учитывая, что это первый ребенок. Вот. Мне кажется, что как бы спокойным родителям это должно быть хорошо. Вот. Вот так. Еще одно местечко, куда мы решили заглянуть и взять один-двоих кофе. Но он оказался вот что-то как-то не очень. Вот, разочаровал нас. Найден лучший сливочный сыр. Мои петерброды с инжиром заиграли новыми привычными красками. Особенно учитывая, что я сейчас покупаю как раз вкусный багет. Вот. И этот сыр на нем просто прекрасен. Он как в старые добрые времена у нас. Вот. Действительно вкусно получается. Вот. И очень советую. Всем привет. У нас утро. Я особо не выспалась. Сегодня малышка. Удивительно. Но в последнее время она у нас хорошо спала. Сегодня как раз после этого врача мы решили ее уложить немножко иначе. Потому что вот у нас с кроваткой такая небольшая проблема, что она почему-то в ней спит. Ну, как будто в коляске она разваливается нормально, да, спит на спине. А в кроватке она почему-то именно любит спать на боку и подползает как раз к одной стороне, вот именно, которая ближе как раз ко мне. Вот. И старается спать как бы на боку там. Вот. Врач сказал, что типа, ну, как бы это не очень хорошо, что нужно, чтобы она спала на спине. И как раз нужно ее, чтобы она как раз спала на спине, так как бы пристегивать одеялком. Вот. И мы как раз сегодня попробовали. В результате, конечно, наш сон пострадал. Вот. Приходится делать так, чтобы она прям совсем отрубалась. Потому что именно в таком состоянии расслабленном она может именно как раз лечь на спину. И как бы, да, так все свои ручки с ножками раскинуть спокойно, чтобы я могла ее как раз укрыть так, чтобы она зафиксилась. Вот. Но сама я, конечно, не выспалась. Допустим, в начале, когда я ее уложила, она так еще смогла уснуть. То после кормления, конечно, приходится мучиться. Потому что нужно прям совсем так, чтобы она полностью отрубилась. Не так, чтобы прям вот она потом смогла сама там как-то чуть довертеться и уснуть. Вот она, в принципе, в последнее время так могла сама, допустим, сильно ее до трубы не доводится. То есть она может сама немножко доуснуть в кроватке. Вот. Но в таком состоянии это нереально. Вот. Приходится, конечно, докармливать ее так, чтобы она прям совсем отрубилась. Но сегодня она совсем не хотела. В общем, где-то с 6 утра. Вот. Все мои кормления не приносили результатов. Она не хотела, короче говоря, укладываться. Вот. Сейчас мы опять едим. Она вообще какая-то, если честно, из-за этого капризная. Мне кажется, что она сама даже тоже не так, чтобы выспалась. Вот. И это ее беспокоит. Поэтому она сейчас, ну, как бы так на груди висит капризно. То и дело скидывает ее и хочет обратно. В общем, непонятно, что-то творится. Вот. А я сейчас завтракаю. Я на самом деле уже почти все съела. Ну, вот еще остался один мой прекрасный бутерброд, багет, сливочный сыр и инжир. Обожаю. Все еще как бы сверху полито медом. Очень вкусненькое. Ну, и, похоже, нам нужно поменять подгузник. Так что я погнала. Вроде она отрубилась. Я, наконец-то, могу пойти хотя бы в душ. Надеюсь, сейчас не проснется. А то все по новой будет. Вот. Каждый раз, когда перекладываешь ее от себя, просто с замиранием сердца как-то. Потому что может проснуться и засиделать заново. Вот. Сейчас вроде почти... Ну, как бы она уснула на мне, я ей приложу, она обычно засыпает. Если вот так вот вертится. Хотя, не знаю, не знаю. Вроде спит. Такая недовольная мадам. Все еще не засыпает. Решила попробовать соску едать. Вроде начинали отрубаться. Ну, что ж, мы гулять. А я пока жду мужа, который берет нам кофе. Мы, наконец-то, увидели попугаев. Мы здесь уже находимся три месяца. И мы, наконец-то, увидели попугаев. Человек попугаев. Да. Они скрываются на этих деревьях. А там, кстати, новая птица с красной башкой. Смотри. Вот там вот видит первый. Их здесь, на самом деле, дофига. Их здесь, наверное, штук шесть. Есть еще какая-то птичка с красной головой. Вот еще один скрывается на ветке. И они, на самом деле, здесь вот бомжик вместе с голубями. Вот. Но они вот там вот. Вот здесь тело-3. Виднеется. Но очень прикольно. Милайки такие. Что у меня кофе, как обычно, в той самой кофейне. Я взяла еще попробовать медиалумусы. Вот. Я их вот уже съела. Вполне себе они неплохие. Нравится этот парк за то, что он всегда работает. И здесь достаточно спокойно. Кто-то у нас тут просыпается. Просыпается. Что? Мы, наконец-то, выбрались. Выбрались в парк. Малышка, таки, давай это сделай. Потому что сегодня выход в беженый день. Я так не боюсь покойки. На все время. Была хоть истерика, если вдруг я ее не кормила. Либо просто была поспать. То, что странно, обычно по себе не ждет. Обычно достаточно спокойная. Вот. Я думаю, что, может быть, у нас начались колики. В общем, не знаю пока. Я не поняла, что с ней происходит. Вот. Но она сегодня очень капризная. Вот. Нам, наконец-то, когда пришел, вернулся домой муж, удалось выбраться на улицу. Вот. Мы пошли в трасс-парк. Он сейчас катается на лонг-борде. Это вторая его попытка освоить доску. Вот. На самом деле, я попробовала на ней стоять достаточно очень, как бы, не так просто, как кажется. Вот. Но я буду этим заниматься потом. Вот сейчас я еще не восстановилась после родов. И когда я пыталась на нее встать, у меня прям было такое напряжение. Вот. Я так понимаю, что лучше не стоит сейчас этим заниматься. Вот. А так мы пришли в парк, который самый. Здесь есть и лавочки. Вот. Мы взяли с собой как раз для специальных лет-парков. Потому что тут может быть, может, что-то сидеть на парке и где-нибудь тут лезть. Сзади видно. Потому что есть нарушки и не поставить. Вот. Вот. И, в принципе, просто посидеть. Вот. Но я пока что раскладывалась на лавочке. Вот. А муж катается вот там. Вот здесь можно наблюдать. Вот. Это он там вдалеке едет. На доске. Вот. А так, в принципе, достаточно милый парк. Мне нравится, что можно, в принципе, дверять в клинике здесь с ребенком. Он только недалеко. Здесь достаточно типа спокойно. Сегодня еще будет не день. Мало народу. Вот. 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 Ну, свобода очень отличная. Вот. Поэтому классно. Вот. Малышка наконец-то вырыгнулась. Что-что. А прогулки в коляске и на пользу она всегда хорошо спит, когда мы гуляем. Вот. И это, конечно, не может не радовать. Сейчас вам скажу еще, как выглядит парк. Вот здесь деревца. Такая вот местность, где можно как раз кататься. Здесь ребята играли как раз в прошлый раз в выходные в большой теннис. Здесь вот возле вот этой вот желтой штуки были какие-то танцы. Вот. Ну, на травке можно тоже расположиться в виде пикника. С напитками приходят, с пледами. Великий кататель. Ну как? Я научил споро чуть налево. И как? Хорошо. Стало лучше, прикольнее кататься? Ну, наверное. Но стал я так же. А мы в магазине для пикника купили как раз вот такую подушку для того, чтобы было удобнее сидеть. Потом у нас здесь еще есть... Там вот виднеется кусок пледа. Вот. В общем, потом, когда уже будем использовать, покажу. А это лежит сладкий малыш. Сладкий малыш. Тянется, тянется и просыпается. Как ножки сложил, ножки сложил. Да? Кто сладкий малыш? Кто сладенький малыш? Ооо. Все. Кто-то проснулся. Солнышко, конечно, обалденное. Сейчас тут такие закатные лучи. Знаю, видно... О, вот так должно быть видно. Очень красиво. Мне кажется. Да. Обожаю вот такие лучики. Солнышко очень красиво. Мне кажется, смотрится. А мы пока что все еще гуляем. На улице, на самом деле, так достаточно тепло. Но здесь вот в тенечке даже прохладненько. Вот еще ветерок такой дует. Очень приятно сидеть. Хотела немножко еще рассказать про булочку. У нас, на самом деле, уже 14 дней. 14 дней. Она уже такая взрослая. Вот. Я не успевала поснимать какие-то отдельные такие видео. Ну, типа, именно первый день, допустим, после того, как она оказалась у нас. У меня максимум получилась такая нарезка из нескольких дней. Но мне кажется, все равно получилось достаточно мило. И прослеживается то, как она взрослеет за все эти дни. То, как мы за ней ухаживали. Вот. Таких-таких подробностей, конечно, не будет. Но на память все равно останется. Вот. Мы, получается, уже 4 раза ходили. По-моему, 4, да. 4, наверное, ходили. К педиатру. Вот. У нас, наконец-то, вес 2,900. Надеюсь, что скоро будет уже тот, который был при рождении. Это 3,60 с чем-то, по-моему. Точно не скажу. Нужно будет посмотреть внимательнее. Вот. Но мы усиленно стараемся. Что я могу сказать. На самом деле, это так удивительно. Это такое чудо, когда у себя появляется малыш. Это, наверное, ни с чем не сравнимо. У меня муж еще снимал как раз кадры того, как это все происходило. Я потом пересматривала. И это, ну, как бы, те эмоции, которые ты испытывал. Какое чем-то испытываешь заново, да, просматривая видео. Это тоже очень прикольно. Что-то я аж растрогалась опять. В общем, если я когда-то сомневалась, что у меня, если я когда-то думала, что у меня будет такая, типа, посредовая депрессия или что-то на духе, я ничего такого не ощущаю. Вот, наоборот, ощущаю счастье. Все эти ощущения какие-то удивительные. То, как ты испытываешь какую-то заботу, тепло по отношению к своему ребенку. Вот, это, конечно, в общем, несказанно радует. И невозможно, мне кажется, смотреть на вот эту прелесть, на эту маленькую прикольную булочку. И не устаргаться, не умиляться, вот, не восхищаться. И хочется ее каждый день, не знаю, типа обнимать, целовать. Вот настолько она чудесная. Вот как вот так лежит сладкой булочкой. Спит? Ну что, ты еще не стал супермастером? На какой-то ступени. Ноганой. Ты получаешь удовольствие от катания? Не знаю. Не знаешь уже? Пока мы с ним гуляем, давайте еще немножко расскажу, раз у меня есть такая возможность и время. Вообще, что у нас произошло за эти 14 дней. Может быть, у нас какие-то навыки появились. Из таких каких-то моментов я могу сказать, что она чуть-чуть удерживает голову. Я ее специально не так, чтобы прям вот выкладывала, но буквально пару раз. Но мы очень часто делаем как раз вот этот вот, я держу ее в столбике. И она как раз пытается, герцит головой, пытается ее немножко удерживать. Вот. И у нее как раз получается. То есть я как бы думаю, что она вообще не будет удержать. Но нет. Она прям вот пытается. И даже там на несколько, наверное, ну как бы секунды, 4, наверное, 5 может уже держать. Вот. Это было для меня удивительно, конечно. Вот. И еще. И еще вот как раз вы сейчас можете посмотреть. Она разглядывает картинку. Ну, конечно, это очень близко для нее. Я чисто, наверное, как-то по фану, чтобы она чуть-чуть позалипала. Их сюда положила. Вот. Не знаю, насколько это вообще правильно. Но вот эти вот как раз черно-белые картинки мы достали и поставили как раз в тепеленальный столик. Вот. Я тоже видела у одного блогера, что возле перегонального столика как раз выкладывают как раз эти картинки. И когда происходит смена подпосных, как раз малыш смотрит. Вот. На самом деле реально очень удобно. И отвлекает малыша. И если, допустим, малышка расстраивалась, когда у нее был испорчен памперс, вот она действительно как-то отвлекалась на эти картинки. Вот. И удивительно, что она реально может, когда их видят, следить за ними вот сейчас уже, хотя ей всего лишь 14 дней, вот. Я думала, что у нее вообще будет как-то, ну, такое пофигистичное отношение. Она уже, походу, просыпается. Вот. Но нет. Она прямо вот реально на них взлипает. Ей нравится их разглядывать. Если она хорошо бодрствует, то так вообще. Ладно, я пошла успокаивать ее. Солнышко уже совсем село. Вот почти уже скрылось, по крайней мере, за вот этими вот зданиями. Это все равно симпатичные. Тут кроны деревьев еще немножко подсвечены золотым. И вот тут тоже. Просто магические деревья. Я кормлю и выйду домой. Пока что план такой. Вот. Она проснулась, опять капризничает. Посмотрим, как будет себя вести дома. Ну, что ж, мы собрались и потихоньку двинулись в сторону дома, неспешно так прогуливаясь. Просто ноль реакции. Ноль реакции на барабаны. Здорово, Рассел. Тем временем у нас тут самое-самое первое наше купание. Я решила ее завернуть в пеленку, чтобы ей было как-то привычнее. Мы собираемся на прогулку. Это вот, кстати, что вообще беру с собой обычно в коляске на прогулку. Обязательно бутылку воды. Здесь у меня вот есть держатель для соски. Вот так вот он выглядит. Несколько памперсов. Вот такая вот маленькая пеленка. Она, ну, вот совсем чисто под попу. Чтобы, если что, если вдруг у нас какой-то конфуз, чтобы испачкалась именно эта пеленка, а не то, на чём она лежит. И влажные салфетки. Влажные салфетки у нас... Ой. Лягушка. Это типа гипно-лягушка. Вот мы надеемся, что с ней она лучше засыпает. Но пока это не сильно работает. На самом деле, вот. В общем, и вот такая вот упаковка влажных салфеток обычно с нами. Вот, в принципе, это такой, мне кажется, стандартный набор. Вот. Ничего такого особого. Вот. И соску я сейчас тоже положу сюда. К ней вместе. Рядышком сразу, чтобы, если что, воспользоваться. Потому что она бывает иногда... Ну, как бы просто начинает капризничать. Вот. Соска помогает. А так у нас очередной день. Не сказать, что мы прямо как-то хорошо сегодня спали. Но, наверное, лучше, чем вчера. Хотя я вчера как раз экспериментировала с одеялом и пленанием. Как бы, да, после этого врача. Как бы то, что ей нужно лежать на спине. Вот. Но это что-то как-то, походу, не ее вариант. Вот. Потому что это просто невозможно. Она совершенно не готова так спать в кровати. Вот. Постоянно просится как раз на ручки. Вот. Поэтому я решила ставить все-таки пижаму. И просто стала поднимать вот именно боковую вот эту вот как дверку кроватки. Вот. Чтобы как раз была сеточка. И она все равно сейчас стала дольше спать как раз именно на спине. И потом уже переворачивается на бок. Вот. Так что я думаю, что здесь просто дело времени на самом деле. Ну, на мой взгляд. Плюс она же, ну, как бы, может быть, попривыкнется еще немножко в коляске, катаясь спать на спине и будет уже в кроватке спать. В общем, не знаю, что делать, потому что с пеленанием и идеалом я только больше нервничаю и никак не могу ее уложить. В общем, не знаю, что делать в этом смысле. Вот. Если у вас есть какие-то советы, вот, можете, как бы, написать. Я буду только рада. Вот, может быть, есть какой-то такой прямо совсем лайфхак. Вот. Пеленка кокона сейчас тоже, мне кажется, ей не сильно заходит уже, потому что она уже вошла во вкус того, что можно, как бы, именно касаться ручками друг друга. Ну, в общем, ей нравится вот именно как-то свобода, поэтому в коконе она, скорее всего, сейчас уже не успокаивается, вот, как раньше. Поэтому я решила их нафиг убрать. Вот, как-то так. Вот. К чему вообще все это говорю? Я говорю к тому, что мы сейчас как раз выбираемся на улицу, пойдем немножко прогуляемся. Вот, мне кажется, что важно гулять с ребенком все-таки, ну, каждый день стараться. Вот, поэтому пойдем немножко все-таки пройдемся. Хотя сейчас уже достаточно поздно. Сейчас уже где-то 4 часа у нас. Вот. Но я думаю, что немножко все равно прогуляемся. Плюс я тоже немножко приду в себя за счет этого. Ну, как бы, сильно гулять я долго не буду, вот, но немножко пройдемся. Здесь есть еще один парк, который как раз должен быть открыт в это время, вот, потому что обычно все вот эти вот, которые совсем рядышком, они до пяти. Вот. Так что пойдем в тот парк. Заодно тоже возьму себе еще кофеек. Вот, как-то так. Надеюсь, что она немножко хотя бы притомится и сегодня будет спать лучше. А мы вышли и двинули в сторону кофейни. Что ж, у меня холодная лапа с собой. Малыш, пока спит. Хотела еще добавить пару слов относительно вот этой вот сумочки-коляски. Вот. У меня еще были какие-то сомнения относительно того, когда мы ее только взяли. Вот. Но сейчас, мне кажется, она очень удобная. Вообще, обалдеть от того, что здесь можно все разместить. Вот. Очень удобно. Малыш пока спит. Вот у меня здесь как раз сейчас вода. Холодный латто. И вот здесь булочки лежат вместе с другой булочкой. Мне кажется, это прекрасная комба. Вот. Сейчас доеду до парка, раз буду наслаждаться всем, что я взяла. Что, мы дошли до этого самого парка. Мы в нем еще ни разу не гуляли. Он небольшой. Мы его обычно проходим по дороге. Здесь, на самом деле, такая дорожка из камушков. Поэтому немного трясет. Но я, наверное, дойду до какой-нибудь лавки. Может, что-нибудь вот сюда. И, собственно, там посижу. Вот. План пока что такой. Да, конечно, вот именно по такой поверхности не очень удобно передвигаться. Но вроде ее не сильно это беспокоит. Хотя ножками она болтает. Еще чуть-чуть. Что, мы доехали до лавки. Так вот вокруг. Я уже взяла с собой еще раз эту подушку. На самом деле, с ней очень удобно. Даже если, ну, как бы, я не планирую сидеть, допустим, сегодня на траве. Но на лавке мне тоже будет хорошо. Потому что сейчас мне, ну, как бы, после рота, вот, мне приятно сидеть, собственно, на мягком. Вот. На отвертном еще немножко тяжеловатое. Есть, например, без комфорта. Поэтому на такой подушке, если вы имеете, все равно лучше. Сейчас буду пить свой айс-салат и есть медиаланс. Единственное, сегодня немножко пасмурно. И я немножко переживаю, как бы дождь не пришел. Но вроде как пока что не должен. В общем, надеюсь, что мы успеем как раз прогуляться. Вот я вроде долго прямо вот гулять не планирую. Но хотя бы чуть-чуть хочется. Поэтому надеюсь, что дождик не подведет и не начнется раньше времени. Так, последние дни нам дается тяжеловато. Я не знаю, в чем причина на самом деле. Потому что это был просто ангельский ребенок. Вот. Сейчас немножко тяжеловато. Не знаю, что-то ее беспокоит, что ли. Как-то не могу пока что разобраться, понять. Либо все-таки она не высыпается. Вот. Из-за этого такая капризная. Либо на колики просто не похоже, что у нас колики ничелись. Вот совершенно. Я бы сказала, что это не так. Ну, давай, как там. Нежится. И как бы колики, они же, я так понимаю, что стабильны. В одно и то же время эти должны быть ближе к вечеру. Так, больше ли я так поняла. Но что-то ее беспокоит вроде как. В общем, непонятно. Вот. Либо все-таки не высыпается, либо что-то беспокоит. Беспокоит. Может быть, она... Вот она такая вроде пуска сейчас подраздукая. Вот. Никак не может нормально в талкан сходить. В общем, не знаю. Вот. Пока для меня загадка. Как вам прийти к прежнему взаимопониманию. Единственное, что не меняется, это то, как она спит сладко в коляске. Вот. В коляске у нас сон просто прекрасен. Вот. Мне кажется, лучший просто. Поэтому гулять с ней, конечно, одно удовольствие. Потому что ничто не может вот этот сладкий сон прерывать. Что бы ни происходило вокруг. Там машины ездят, барабаны звенят. Если она находится в коляске, то вот это вот такой вот маленький отруб. Поэтому гулять с ней мне, конечно, очень нравится. Прогулки, мне кажется, один из лучших моментов в течение дня. Вот. Реально, как бы, я получаю удовольствие от прогулки с коляской. И вот вместе с ней как раз то, как она там нежится сладенько за этим наблюдать, конечно, тоже очень прикольно. В плане сна, кстати, чтобы вы понимали, я вчера смотрела еще много различных видео, как, допустим, запеленать. Ну, как бы в плане свободного пеленания, если, допустим, отдельный, если это не кокон. Вот. Я пыталась, как раз запеленать и отдельные ножки. Потому что у нас сейчас именно такие... Ну, вот именно активно она обычно больше ножками. Вот. Короче говоря, это тоже было бесполезно. Вся проблема в том, что, типа, когда ее... Ну, как бы, мне сложно ее именно еще уложить. Вот именно когда, да, когда я ее запеленала, уложить еще вот и накрыть вот этим одеялом, которое тоже, типа, ее должно как-то немножко к матрасику зафиксить, в общем. И ей прям вот не нравится, когда ее вот фиксят. Она больше за свободу. Ей нравится, как раз, это движение. Она так лучше, типа, как бы засыпает. Если, ну, как бы, ее ты доводишь до вот этого состояния, когда она все-таки уснула, ну, прям вот отрубилась, и перекладываешь ее. И вот если она поощряет вот эту вот свободу, то она как бы остается дальше спать. Вот она себя не будет. Но если... Я пытаюсь ее как раз положить вот этой вот укутанной, плюс потом еще вот это вот одеяло, которое ее должно зафиксить. Все, она прям вот начинает постепенно просыпаться, бесит, бесит. Начинает опять пытаться ползти в какую-либо сторону. Вот. Так что я не знаю. В общем, пока что я решила, что, наверное, это не наш вариант. Ну, как бы... Мне бы, конечно, хотелось, чтобы она спала больше на спине, но мне кажется, что она просто придет к этому чуть позже. Вот. В общем, я не знаю, что делать. Может быть, вы посоветуете, и у вас есть какой-то лайфхак. Вот. Я пока что не поняла, как ее нужно все-таки вот именно... Что мне нужно сделать в кроватке, чтобы она именно спала прямо на спине. У нас та же самая проблема, кстати говоря, сохранялась именно и в роддоме, потому что там была вот эта маленькая кроватка. Там мы как раз ее, ну, вот, как пеленали, да, и фиксили одеялком. И мы как раз не спали, получается, все, ну, как бы, те несколько дней, чтобы были в роддоме, потому что очень сложно было ее именно вот в этом состоянии переложить в кроватку, чтобы она осталась там спокойно спать. Вот. Она постоянно как раз просыпалась и хотела как раз обратно на ручки. Вот. То есть, если так делать, то, по сути дела, все сводится к тому, что просто-напросто мы переходим на совместный сон, потому что переложить ее в кроватку уже нереально, она там не будет спать. Вот. Либо, как бы, ты перекладываешь ее все-таки вот в таком состоянии в кроватку, но при этом как бы ничего каких-то других действий не делаешь. То есть, ты не кутаешь ее, не укрываешь, вот, тогда она реально остается там спать. Вот. Если ты ее не беспокоишь, вот, она реально спит. То есть, она может так проспать спокойно часа три. И, как бы, ей комфортно. То есть, у нас до всего вот этого, до совета врача, хотя я сама тоже, как бы, да, переживала еще до этого, что она не спит на спине, пыталась что-то придумать, но тоже у меня не получилось. Вот. И после врача, когда он как раз посоветовал тоже ее вот так вот фиксить одеяло, я решила поэкспериментировать. В результате есть наш сон. Короче, когда я пошел коту под хвост. Вот. В общем, не знаю, что делать. Пока что решила вернуться все-таки вот к тому варианту, что у нас был. Но при этом поднимаю как раз вот эту вот дверку с сеточкой, чтобы, если что, она не могла уткнуться вот именно в эту часть носиком, которая прям такая более плотная. Вот. Если что, она будет уткаться в сеточку. Вот. Но единственное, вот за счет того, что мы гуляем часто в коляске, в коляске она спит как раз спокойно на спине, мне кажется, она стала больше как раз, ну, первое время, по крайней мере, больше спать на спинке именно в кроватке. Вот еще по сравнению с тем, что было до этого, потому что до этого она сразу переворачивалась на бок. Вот. Сейчас она немножко все равно уже лежит на спинке. Вот. И только потом уже переворачивается, когда начинает ерзать. Вот. И вчера у нас произошло первое купание. Немножко было волнительно на самом деле. И тут я еще была, ну, как бы, уставшая после всего вот этого. Вот. Но хотелось, конечно, ее искупать, потому что, ну, какие-то такие, ну, тоже новые эмоции. Интересно было посмотреть, то, как она будет реагировать на воду. Вот мы ее как купали в пеленочке. И после этого, конечно, она прямо отрубилась. Но у меня есть сомнения насчет того, что, может, она отрубилась чисто из-за того, что уже устала, себя измотала, потому что она еще как-то уплакала тоже, пока я ее успела вытереть и все прочее. Вот. Посмотрим, что у нас будет сегодня. Сегодня мы тоже ее искупаем. Вот. Может, тут по-другому. И относительно купания было, как бы, я почему-то ожидала, что ей больше понравится, на самом деле, в водичке. Вот. А было как-то так, словно она не совсем поняла вообще, что происходит. Вот. Поэтому будем смотреть, что сегодня будет происходить. Может быть, она уже как-то адаптируется. Потому что именно в плане, когда меняешь подгузник и подмываешь ее, она обычно кайфует прямо вот под водой. Поэтому, в общем, не знаю. Может быть, из-за того, что непривычно, и она так среагировала. Вот. Но, по идее, должно быть по-другому, мне кажется. И я тут внезапно решила, что хочу фаршированный перец и картошку-пюре. Вот. Наверное, зайду сейчас в магазин, возьму фарш и в овощную лавку. Вот. Но пока не точно. Может быть, я передумаю, пока буду идти. Ну и если вот этот малыш не подведет меня. Вот. Но пока план такой. Наверное, буду сейчас двигаться. В принципе, мы немножко прогулялись. Хотела сегодня как раз пораньше вернуться домой, чтобы они еще немножко дела поделались. Как минимум смонтировать видео, потому что пора бы новое выпустить. Вот. Посмотрим. Это мы так неспешно двигаемся домой. Я действительно потом зашла в магазин и купила все, что нужно для фаршированных перцев. И приготовила их. Было очень вкусно. Вот. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео. Не забывайте. Вот. Была рада быть вместе с вами. Пока.